Ежегодно в третье воскресенье июня у нас в стране отмечают День медицинского работника. И вот в преддверии этого профессионального праздника рады приветствовать в студии Доброй Ранницы Беларусь ректора Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидата медицинских наук Алексея Чуканова. Алексей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И принимите сразу наши, конечно, сердечно-искренние поздравления с предстоящим праздником. Но давайте поговорим о вашей работе. Мы знаем, что концепция Белмапо – это образование через всю жизнь. Почему так получается? Студенты, медики, они вообще в целом учатся дольше, чем остальные студенты. А потом все равно нужно продолжать образование? Безусловно. Дело в том, что медицина относится к такой отрасли наиболее наукоемкой, где огромные объемы и базовых знаний, то, чем занимаются медицинские высшие учебные заведения, это формирование базовых навыков. Они настолько разнообразные, настолько обширные, что занимают порой и 5, и 6 лет подготовки. Но, соответственно, это базовый уровень. С учетом того, что медицина, опять же, наиболее динамично развивающаяся отрасль. У нас практически каждые полгода год. Но если не коренные изменения, то, по крайней мере, пересмотр взглядов на диагностику, на лечение. Вот коронавирусная инфекция как раз показала мобильность нашей системы. И, конечно, здесь постоянно врачам надо держать себя в тонусе для того, чтобы на современном этапе оказывать медицинскую помощь. Поэтому и концепция поменялась с образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь. И вот Белмапо отшлифовывает эти знания и постоянно дает что-то новое в течение всей последующей профессиональной деятельности врачей. Я знаю, что в Беларуси 56 тысяч практикующих врачей. И каждый из них раз в 5 лет как раз-таки приходит в Белмапо за новыми знаниями. Кто с ними занимается и вообще как проходит перепрофилирование или доп. вот это вот обучение? Ну, наша академия занимается и повышением квалификации, и переподготовкой. Если специалист хочет расширить свои профессиональные знания, но ему для этого не хватает определенных знаний. Кто приходит, приходит, вы правильно заметили, если не реже, чем один раз в 5 лет, у нас в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения, доктора обязаны повышать свою квалификацию. Но, как правило, это они делают чаще, гораздо, потому что, опять же, я сказал, желание овладеть новыми знаниями, оно, они достаточно обширны. И переподготовки проводятся, и повышение квалификации у нас по всем специальностям, ведущими нашими специалистами, у нас в академии существует 21 научная школа, представленная ведущими специалистами мирового уровня, и вот они и делятся своими знаниями, профессиональными навыками, и всеми теми новинками, которые, собственно, и в том числе сами разрабатывают. 21 школа звучит серьезно, но я знаю, что еще, помимо этого, в структуре академии есть 4 факультета, 50 кафедр, но, что, как мне, во всяком случае, кажется, самое интересное, это научно-исследовательская лаборатория. Вот над чем вы там сейчас работаете? Расскажите. Вы знаете, очень много тематик. Одна из тематик – это использование стволовых клеток. Это достаточно популярная тема, и у нас получается, у нас активно развивается это направление по применению стволовых клеток во многих областях медицины. Также мы занимаемся вопросами трансплантологии, также мы занимаемся разработкой новых механизмов и отработкой новых механизмов по помощи пациентам с сердечно-сосудистыми аномалиями, разработкой отечественных стендов, апробация новых методик. Это обширнейший пласт работы. Ну, конечно, мы не можем еще не поговорить о теме коронавируса, которая не только вас, всех нас затронула, а вот касательно Академии, как она отразилась? Может быть, вы в онлайн ушли или что-то еще такое новое появилось? Вот замечательно прямо. Да, дело в том, что, может быть, и не очень красиво так говорить, но коронавирус изменил наш взгляд в лучшую сторону и открыл возможности более активно, без раскачек, перейти на столь популярный и правильный формат включения дистанционного обучения. То есть это было дистанционно? Это было дистанционно, мы не останавливались. Естественно, мы понимали, что врачей отрывать от приема пациентов и оказания помощи невозможно. Это неправильно будет. Но с другой стороны, вот тот пласт знаний, а как оказывать помощь при тех или иных осложнениях коронавирусных инфекций, как же, мы же не можем выключиться на целый год из процесса. Поэтому были организованы онлайн формат обучения, и доктора, около 600 модулей дистанционного обучения у нас были созданы, и нас посмотрели практически все практикующие врачи, что-то для себя почерпнули. Поэтому это вот очень открылись такие коридоры возможностей для быстрого трансформирования нашей традиционной классической системы в новый цифровой формат в том числе. Получается, нет худа без добра. Да. Ну а теперь давайте поговорим конкретно о вас. Я знаю, что вы начинали участковым терапевтом, но в настоящее время вы главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике Министерства здравоохранения, а также руководителем межрайонного центра пренатальной ультразвуковой диагностики Минска. И как вы к этому пришли? Почему решили вот в эту сторону изменять, ну, наверное, свою узкую профессиональную специализацию? Работая терапевтом, я прекрасно понял, что для того, чтобы тебя считали грамотным специалистом, конечно, необходим мультидисциплинарный подход к технологиям. Опять же, мне достаточно интересно было разобраться в том, а что же там на картинке ультразвуковой видно, потому что когда мне показали первый раз, я прекрасно понимаю тех слушателей, которые к нам сейчас приходят, серый экран, что-то там дергается. Да. Появился сначала профессионально интересный, я должен разобраться. С другой стороны, это очень наукоемкое и техническое такое направление, наверное, для мужчины, мне как мужчине было интересно освоить это. И действительно, у нас современное, самое современное оборудование на сегодняшний день в ультразвуковой диагностике, новейшие технологии все, объемная реконструкция, трехмерная технология, искусственный интеллект, это все у нас. И это, конечно, очень здорово было в рамках расширения своих познаний, в рамках того, чтобы в тонусе держаться. И это вызывает интерес, потому что без ультразвуковой диагностики на сегодня это как стетоскоп стал. Поэтому мы вот сейчас как раз и расширили даже возможности для многих специалистов. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения был о том, что все желающие могут освоить эту специальность по сокращенной программе, необходима только для их специализации. Но для нас, для пациентов, давайте объясним, это выразится в том, что большинство специалистов, ну, больше, вернее, специалистов, к которым мы будем приходить, не будут вас отправлять после этого на УЗИ, а тут же в кабинете сделают вам УЗИ и сразу все расскажут. Мы это очень несем. И удобное время наше будет сокращать. Алексей Николаевич, пользуясь случаем, эфирным временем, давайте поздравим ваших коллег в преддверии такого замечательного праздника. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я искренне желаю вам уверенности в завтрашнем дне. Я желаю вам дальнейшего совершенствования и сил для этого процесса. И желаю вам хорошего настроения. И как УЗИ, глядя вдаль, могу сказать, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое за то, что пришли к нам этим ранним утром. Мы вас также еще раз поздравляем с праздником. Пусть у вас все отлично складывается, у ваших коллег в том числе тоже.